Ну вот и первые травмы томатов. С вами Ольга Чернова, 1 мая. Я сегодня уже снимала видео из теплицы, где я работаю. И сейчас хочу рассказать, смотрите, очень часто, когда обычно в таком тесном пространстве работаешь, что-нибудь да случается. Многие тоже и роняют рассаду, сламываются. Я сейчас вам расскажу, как поступать в таком случае, и когда рассаду лучше заменить, а когда можно и оставить. Вот смотрите, я сейчас, эта рассада давно уже высажена. Видите, у нее уже вот эти куколки, она уже расцвести собирается. Это госпожа удача. И вот сейчас я, когда занесла колея и устанавливала на соседнем ряду колея, один кол упал, и он как гильотиной вот так вот сёк всё. Видите, все листья долысы, но одну сторону, короче, вот как он шёл вот так, как ножом, всё срубила. И ладно, если нижние, видите, как удачно, они просто отломились вот здесь у основания, и ничего дальше не пошло у них. В таких случаях я иногда, ну это же бывает и когда взрослые совсем растения, я иногда в таких случаях, когда если обломается случайно, я просто зелёнкой прижигаю и всё. Но вот здесь верхний лист, я сейчас вам покажу, в каких случаях лучше не оставлять. Верхний лист, он когда срубался, срубился не весь, и вот это, видите, полоска, и по стеблю вот эту полоску как бы содрало вместе с мясом. Вот это самая такая нежелательная травма, самая сложная и самая непредсказуемая. Обычно после такой травмы растение начинает болеть. Но я не говорю уже о том, что здесь и всякая может инфекция попасть, потому что всё равно тут же и влажность, и всё на свете. Ну, неважно из-за чего. Но обычно, по моим наблюдениям, и вот по статьям всегда пишу, что если вот эта кожица вот так далеко вот так содрана, то лучше рассаду сразу заменить, если есть возможность. У меня возможность есть, потому что вот эти толстоногие, они у меня всегда с запасом. Я, конечно, её поменяю, но ещё раз повторяю, если бы вот так, как нижние, просто обломились, то можно было бы оставить. А вот эта вот полоска, всё-всё-всё, содралось весь стебель. Конечно, жалко, хорошенькая она, уже такая она вот новые листья здесь выпустила, но буду менять. И вот этим видео я хочу вам сказать, что травма, травмы, рознь, иногда бывает даже вот так вот и макушку бы могло вот так сломить. Если бы вот эта не потянулась, вот видите, тянется вот это вот. Вот это тянется, значит, весь этот ствол негоден. Если вот так сломается макушка и будет висеть на кожице, можно вот здесь ниже обрезать спокойно ножницами или ножом. прижечь зелёнкой и выращивать дальше, через пасынок она вырастет. Но я буду менять, потому что у меня таких много, взрослых всех. Видите, они уже скоро зацветут. Жду первого цветочка, из-за холода они не распускаются, вероятно, ждут тепла. Но вот эту придётся поменять. Вот он, колышек какой злой попался. Облысил мою томатку. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok